Спасибо. Судебное заседание продолжается в том же составе. Вы в прошлом году, в предыдущем судебное заседание, как вы уже помните, дошли до последнего слова от Курдиева. Пожалуйста, от Курдиева, вам последнее слово. Уважаемый судья, спасибо. Так как я волнуюсь очень сильно, ну как бы последнее слово, сегодня уже завершается мой процесс, по мне, сегодня вынесут приговор, решение. Я поэтому записала себе на бумаге, я хочу сперва прочитать, потом как-то уже от себя, если получится. Я перед выступлением хочу, так как сегодня первый раз на моем процессе присутствует журналист, оператор из государственного телеканала «Астана-Тибиль». Прошу не вырезать те моменты, которые я скажу, и подробности, все подробности показать, предоставить народу, чтобы они все знали. Не надо все вырезать и нужные моменты показывать. Тут все мои слушатели, группы поддержки на этом свидетели. Мы хотим, чтобы телевидение работало над честным, чтобы народ знал, почему судят мать четырех детей. Хорошо, я начинаю свое последнее слово. Наконец завершается мой процесс, мое уголовное дело сегодня. Мне предоставили последнее слово. Меня, простой домохозяйку, мать четырех детей, власть представила перед судом в лице человека, который призрала совершить государственный переворот или государственные преступления. Да, я та самая женщина, которая сотрудника КНБ и ДВД, а также прокуратура, посчитала, что я опасный элемент, опасный человек и что я должна быть осуждена, с чем я не согласна вообще. Я юридически неграмотный человек, я это осознаю. Но когда моего мужа посадили в тюрьму, с этого момента я поняла, за что нас обвиняют и в чем нас подозревают. Даже тогда я не понимала всей сути всего того, что творится. И когда в чате активист ДВК в Телеграме вступила в дискуссию, которая проходила там, и выразила свое мнение, и тогда я не понимала, что мы, я и мой муж Джумаев, облавас, стали жертвами, провокаторов. Что именно? Этим сотрудникам нужны были, которые высказали бы хоть одно слово, типа уничтожить. И этого было достаточно. Эти же сотрудники сами говорили такие жестокие слова. А их почему-то не пресекают за это, да, а те, которые высказали свое мнение, и их осуждают по такой тяжелой статье, по политической статье. А потом, что именно этим сотрудникам нужно было, которые рассказали хоть бы одно слово, типа уничтожить, и этого было достаточно. А потом подбросы листовками на автомашину моего мужа. Это дело техники, что они это и сделали. То, что подбросили листовку, это известно всем, многомиллионный народ, Казахстан, все они подтвердили, почему-то наши судьи, наша прокуратура почему-то этим не занимается. И они утвержденно говорят, что Айгуль Аквердива, Джумаев Аблавас занимались листовкой. Посекундно, поминутно люди доказали. Даже там были психологи, они все видели, как люди там нервно, сотрудники, когда украли ключи, чтобы подложить листовку. Как они там метили, волновались. Это все нужно было, наверное, для того, чтобы впоследствии получить решение сельского районного суда города Астана о признании ДВК экстремистским движением. Теперь смотрите, насколько всему народу известно, что в программе ДВК там всего лишь социально-экономическая программа, где поднятие зарплаты, поднятие пенсии, инвалидности, пособий и так далее. Такая программа понравится любому человеку, не говоря обо мне. Но почему-то на эту листовку сотрудники ДГНБ, ДВД, сами же написали призыв, в чем мы даже и не заметили, и не подозревали. Подложили на автомобиль моего супруга, очень в грубом форме, они даже не умеют правильно работать. Вся их грязная работа засветилась на видеокамерах, на их же камерах. Но почему-то судья Нарашибаев утвержденно вынес такой приговор в отношении моего супруга в том, что он виноват. Это абсурд. Вот что показывает, какая судебная система у нас в Казахстане. Теперь. Все провокаторы, которые действовали, призывали совершить преступное действие против власти, остались в стороне. Никого из них не привлекли. Только в Апале остались наши семьи. Да, были провокаторы, но они вышли сухими из воды. Почему-то я, мы с мужем, с момента того, как нас судят, как нас допрашивают, мы всегда говорили правду. Мы даже, вы можете предоставить мне Коран, я перед Кораном положу руку и скажу вам правду. С моей стороны нет никакой лжи, потому что я говорю правду. Нас допрашивали, я говорила, Артур, КМБшника, Ержана, Бесимбаева. Но почему-то наши сотрудники посчитали обвинить именно нас, но этих же сотрудников, именно Бесимбаева и Ержана, выгораживать. Почему? Они должны жить в веселье, в радости с детьми, а мы должны страдать по их вине. У казах есть пословица, то есть получается, из-за одного человека, который все это подстроил, должна страдать целая дружная семья. Вы сейчас видите, в каком положении мои дети, у них нарушена психика, их даже вызывали психологи в школе. Это за что нам такая кара, вы скажите? Где мы даже не занимались листовкой, где мы даже не распечатывали такую листовку. И мы должны сидеть здесь, в зале суда, и нас должны судить. Я вам скажу. В тот день 6, злополучный день 6 марта 2018 года, проводится несколько обыск у нескольких людей. У Тотовыр Мухановы, у Женьса Бесимбаева, у некоторых людей еще. Помимо этого, у родственника моего супруга проводятся такие же обыски. И с наглым образом они просто стучатся в двери. Приходят с такими людьми, нескольких сотрудников, как будто они ловят ганнибалов или, не знаю, преступников, маньяков. Это что такое вообще? У этих лиц тоже изымали листовки с такими же призывами. Даже это есть в деле моего мужа. Эксперт Робел это подтвердил. Но почему-то именно в орбите суда оказались мы, супружеская пара. Я вам это уже сказала. Я рассказала свою печальную историю, так как я же Бесимбаев, это сотрудник ДКНБ, астана ТВ для вас, я это говорю. Сотрудник ДКНБ на меня указывал давление, не говори, не пищи, не делай резких телодвижений, я не понимаю, что это такое. Не пиши, не говори. Я должна была сидеть молчок. Я не стала сидеть молчок. Я все рассказала. Я все вынесла на публику. Потому что я женщина, я должна защищать свои права, я должна защищать права своего мужа, ибо я жена. После, обдумывая все то, что с нами случилось, я все еще не могу понять. В интернете, в разных соцсетях очень плохо говорят про президента. Про существующую власть оскорбляют, призывают в отношениях совершить действия. Но никто из этих не привлекается к уголовной ответственности. Да, такое есть. Потому что, да, сейчас нынче люди действительно агрессивно относятся к такой политике. Действительно. О народе вообще позабыли. Вот в сегодняшний случай, пятеро детей заживо сгорели. Это все наша политика виновата. Потому что мать должна сидеть с ребенком, с грудным ребенком. Мать должна дома сидеть и воспитывать детей. А она пошла работать, пахать. Потому что не хватает денег, заработная плата, пособие, нищинское пособие. За четырех детей я получаю десять тысяч пятьсот тенге. Когда одна пара сапоги стоит семь тысяч, восемь тысяч. Я про продукты, я молчу. Я про другого еще молчу. И я должна с этим быть согласна. Я просто выразила свое мнение и недовольство. И в это меня отменяет. И я хотела свернуть в власть насильственным путем. Я вообще, слово насильство, я только узнаю сегодня. Я знаю, что такое изнасиловать. Но насильственным путем свергать власть, это вообще умо непостижимое обвинение. Это абсурд. А вот тот, кто скажет, а те люди, кто скажет про ДВК, что поддерживают его программу, оказывается в зале суда. В отношении проводят провокации, да? Когда даже предопротив, мне спросили, вы поддерживаете программу ДВК? Да, мне нравится, черт возьми, мне нравится программа ДВК так же, как в Духе Шарнели. Подождите. Потому что Духе Шарнели... Амирируем. Берите себя достойно. Не надо кричать, повышать. Да. Потому что сегодня решается моя судьба, я имею право. Не кричите и не выражайтесь, говорите. Все остальное говорите, вам не запрещается. За пределами. Да, мне нравится программа, я влюбилась в эту программу. А где наше государство, куда смотрит наше государство? Почему нам не дают свои программы? 7, 20, 25. Это вообще недоступная программа для простых граждан, как мы. Я до последнего момента не понимала даже, как проводятся митинги. И что это такое? Более точно я узнала уже сейчас, в ходе моего суда. Я знаю, я хотела, чтобы была мирная акция. Это я знаю. Но никакого насилия я не желала и не призывала к таким действиям. Мирная акция. По моему рассуждению, что такое мирная акция? Я знаю, что на мирную акцию выходят обычные люди с добрым намерением не крушить. Нет никакой агрессии. Я не понимаю. Я даже слово «митинг» недавно поняла, что такое митинг. Я в своем слове говорила «выйти на мирную митинг». Почему-то весь процесс обсуждалось о том, что я призывала выйти на мирную митинг. Вы понимаете слово «мир» и «мирный митинг». На мирную акцию. Где я говорила «давайте выходить на Вазовостоку, берите с собой оружие». Где я такое говорила? За что меня должны вот так осуждать? Мой защитник, адвокат, обосновала перед судом всю несостоятельность обвинения в отношении меня. Как она сказала, обвинение не выдерживает никакой критики. С чем я согласна? Все это неправда. Все это провокация. Это устрашение, чтобы граждане молча соглашались с той социально-экономической политикой, которая проводится в нашей стране. Даже если она им не нравится. Есть поговорка «баский спек, боссада, тыркий спек, жёг». Если даже высечу твою голову, нельзя молчать, надо говорить правду. С чем я согласна? Я как женщина, как гражданин этой республики Казахстан. Да, я высказала своё мнение в адрес, в адрес кого, в адрес властей. Они должны были просто работать с народом, пресекая все вот эти недовольства, да, работать с народом. А вместо этого они те, кто, говоря своей недовольцей, выражает своё мнение, они нас просто вот так судят. Это почему и мы должны просто сдаваться. Я как женщина, я имею право защищать свои права. Я вынуждена была обратиться всем правозащитникам. Даже была вынуждена обратиться третьим лицам. Это Европарламент, это ООН. Я написала заявление. Что такое призыв к насильственному свержению власти? От слова «насилие» — это понимать как вооружённое нападение. В моих словах нету слова «насилие». В моих словах я созываю всех на мирный митинг. Давайте, девушки, давайте попросим наших бабушек, дедушек, да, чтобы они стояли впереди. И, возможно, нас не спаснеют открыть стрельбу. Мы же мирные люди. Бабушки наши, матери, дети. То есть это вооружённое выступление против власти и её представителей. Это причинение вреда здоровью и лишение жизни представителей власти. Это захват административных зданий. Да и мы не собираемся крушить, ломать. Мы просто выйдем на мирный митинг. Это мои слова. Да и мы не собираемся ломать, крушить, дебошить. Это что такое? Вы думаете, я, как женщина, я тоже хочу жить в красивом городе, в красивой стране, где есть справедливость, где есть справедливая власть. Пусть делают многодетным матерям нормальную пособию. Пусть заботятся о народе. Пусть поднимут социально-экономическое положение народа. И тогда будет всё хорошо. Мы все будем поддерживать президента. А на данный момент мы не видим такого. С точки зрения закона можно ввести политические дебаты, даже агрессивной форме. Можно выражать негативное отношение к социально-экономическим реформам. Публично рассуждать о том, что форма правления в Казахстане неправильная. Власть плохая, кругом полиция, кругом коррупция и беспредел с пенсиями. И вообще давно нужен референдум. Да, я с этим согласна. Это мои слова. Потому что слово коррупция у нас есть. Есть коррупция в стране. Даже когда я хотела просто сделать документ, оформить дом, у меня попросили 200 тысяч тенге. Откуда я, мать с грудным ребёнком, достану вам 200 тысяч тенге? Это услуга такая была. А сама бегать туда по этим документам не могла, некому оставить ребёнка. Я обратилась к специальному, там, реакторская услуга, что ли, была. 200 тысяч. Ну, откуда возьмёт человек такую сумму? 200 тысяч. Я об этом даже говорила, я жалю бессербаеву. Веси коррупции, говорю. Он говорит, да, что поделаешь. Нам страна такая. Он даже сам согласился с сотрудникой НБ. Всё это не попадает под определение экстремизма. То, что там дебаты, которые жёстко говорят о власти, вот это не попадает в орбиту экстремизма, потому что нет призыв к насильственным действиям. Уважаемый суд, вы сами... Начиная с того момента, когда мне предоставили защитительное слово, я рассказала о себе всю мою историю, всю нашу историю, как на нас оказывали давление, как через забор выпрыгнули вот эти сотрудники, трое сотрудников, пришли в дом, где отсутствуют родители, потребовали телефон у ребёнка, удалили те видеозапись, которые я фиксировала во время обыска и в действии. Это всё незаконно. Но почему-то наши судьи это не посчитали. Почему-то они взяли это во внимание. Все настоящие вот эти люди, которые совершили незаконные действия, они выходят сухими из воды, они сейчас зарабатывают, работают нормально, да? А мы просто вот так... Даже больно говорить, если честно. Уважаемый суд, вы сами поняли, что я не преступница, что в моих действиях нет ничего, всего вышесказанного. Я вам рассказала, вы наверняка, как женщина, поняли, что в моих высказываниях нет такого предрассудительного, чтобы обвинять меня в такой статье. Да, я женщина, я защищаю. Да, я женщина, я хотела хорошей жизни для своих будущих, для своих детей, чтобы у них было светлое будущее. Если я хочу светлое будущее для своих детей, значит, я хочу будущее, светлое будущее и для ваших же детей. Сейчас вы решаете мою судьбу, судьбу моих детей. Вы только что видели, как мой ребенок плакал. Он совсем маленький. Я недавно отлучила ее от груди. Она без меня никак. Я сегодня попросила классного руководителя, чтобы она отпустила старшую дочку, чтобы присмотреться, чтобы она смогла присмотреть за вашей дочерью. Уважаемый судья, призываю вас в первую очередь к требованию закона и к своей совести. Если даже от вас сверху на вас оказывать давление и требовать, что вы вынесли такой приговор, что не понравится народу, не надо, пожалуйста, на свое усмотрение, на вашу совесть полагайтесь. Не надо. Мы же отправили, если вы меня собираетесь отправить, я не знаю, когда в тот раз прокурор Истаева запросила 5 лет ограничения свободы. Вы о чем думаете, если меня на ограничение свободы? Чем я буду кормить детей? Вы понимаете, у меня все заблокируют, меня даже на работу не приму. Вы о чем думаете? Кто будет заботиться о моих детях? Недавно я узнаю, что у моего сына сердечное заболевание. До этого мы не знали. Я знала, что у него синеют руки, синеют пальцы. Во время медицинского осмотра при военкомате, они там право-право ходят в медицинский осмотр, у него выявляют сердечные заболевания. Аж два раза это подтвердили. У него постоянно пальцы синие, руки немедленно. Это для меня уже вторая проблема. Понимаете, мы уже осудили. Сын у меня больной, меня осудят. А вы понимаете, какова сейчас наша семья? Нет того барраката у нас в семье, потому что наш барракат украл. Нержавьи Семай, Айдос Кадиль. Они скальтифицировали это дело, сфабриковали ложное дело. Вы понимаете? Нету того барраката. А что мы хотели? А мы строили дом. Мы хотели провести новоселье. Пригласить аксакалов. Бата Аллу, Садакаберу. Это казахская традиция. Мы хотели всего лишь жить в хорошей стране со светлым будущим. А что у нас сюда сейчас... А что с нами сейчас происходит? Вам, наверное, очень тяжело принимать то решение, какое вы хотите принять. Я по вашим глазам видела, что вы во мне не видите преступницы. Да. Вы внимательно меня слушаете. Я не преступница. Даже те, кто видят в зале суда, они не видят во мне преступницу, они видят во мне жертву. Жертву продаваться. Я понимаю, что власть возможно не даст вам или не дает помаду, не оправдать меня. Но это решение стоит за вами. И вы, если ассоциируете себя независимым судем, примите свое правильное решение. Не смотрите на давление, потому что на вас смотрит народ. Они ждут. Они ждут, с каким... С какой новостью я сейчас выйду и скажу им. Если вы и вправду считаете меня преступницей, что я опасна для общества, вот я, вот мои руки прошу. Можете надеть мне вот эти наручники и увезти. Я согласна буду с этим. Но я не признаю ту вину, которая на меня вешает. Я не признаю ту статью, которую на меня вешают. Я не признаю себя преступницей. Я, как гражданин, я имею право выражать свое мнение. И с моим мнением согласны почему-то все, кроме власти. Я на этом все. Спасибо. Очень хороший.